Режиссёр Рафаэль Гомес Я не могу поверить в то, что настоящая внучка Дона Патрисио Идальгу ты. Да, но как же тогда? Ирания? Разве она не дочь Селины? Нет. Селина твоя мать. А Ирания выдала себя за тебя, чтобы получить всё, что на самом деле принадлежит тебе. Господи, Тиберио теперь мой. И эта чёртова фотография тоже. Но всё Ирания, он у нас в руках. Не теряй его из виду, ни на секунду. Не отставай ни на шаг, куда бы он ни шёл. Можешь быть спокойно, никуда он от меня не денется, я стану его тенью. И он сам приведёт меня к фотографии. Ты же меня знаешь. Арасио Аумада ещё никогда тебя не подводил. Я давно об этом знал, Селеста. Но ты должна понять, я не мог тебе это сказать. Она тоже знала. Моя мама всё знала и скрыла от меня. Поэтому она так странно вела себя со мной последнее время. К сожалению, ты права, Селеста. Это всё... Она придумала? Нет, не она. Но она знала. И столько времени скрывала от меня правду. Но почему Сантьяго? Зачем ей это было нужно? Вы можете мне объяснить? Объясните. Пожалуйста. Я обещаю тебе всё объяснить. Нет. Я не могу допустить этого. Теперь уже ничего не поделаешь. Селеста должна узнать правду только от меня и не от кого другого. Я не могу допустить, чтобы кто-то рассказал ей правду. Поймите, Консуэла, мне необходимо, чтобы она простила меня. Поэтому только я должна с ней поговорить. Всё равно не понимаю, как могла моя мама... Хотя получается, что она мне не мама. Мартирио мне не мама. Я не Селеста Паниагуа. Я вообще неизвестна кто. Не надо так, Селеста. Ты Селеста Идальго. Внучка Патрисио Идальго. А что это меняет, Сантьяго? Вы же знаете. Дон Патрисио меня ненавидит. Считает проклятием его семьи. Думает, я виновата во всех несчастьях. Вы же знаете. Нет, Селеста. Ты ни в чём не виновата. Мы все ошибались. А Ирания воспользовалась тем, что Дону Патрисио срочно понадобилось найти внучку. А отвечать за всех мне одной? Мы никогда бы не допустили этого, если бы знали, что из себя представляете ранее. К несчастью, эта самозванка быстрее нас поняла, что к чему, и распорядила ситуацию по-своему. Но не могла же она обмануть вас всех. Мы оказались слишком легковерными. Надо было всё проверить и перепроверить, а мы поверили ей из-за медальона Селины. И всё это время мама молчала, скрывала от меня правду, даже не намекнула. Я так долго обманывала её. Но теперь с этим ничего не поделаешь. Прошлого не изменишь. Но теперь всё иначе. У меня хватит мужества и сил сказать Селесте правду. Слишком поздно, Мартирио. Сантьего, скорее всего, уже встретился с Селесте и всё рассказал. Нет, этого не может быть. Не должно быть, Консуэлла. Скажите, что это не так. Это так. Сколько я тебя уговаривала, сколько раз просила, но страх был сильнее тебя. И ты изо дня в день продолжала обманывать Селесте. А теперь тебе остаётся только молить Господа о прощении. Твой обман обернулся против тебя самой. Это неправда. Этого не может быть. Мама никогда меня не обманывала. Она не способна на ложь. Ей одной я верю в этой жизни. Только на неё могу положиться. Она единственная. Единственное, что у меня есть. Не может вся моя жизнь оказаться ложью. Она никогда мне ничего не говорила. Я вам не верю. Нет, кто угодно, только не она. Она никогда, слышите, никогда не обманывала меня. И зачем ей обманывать? Ведь я её дочь, а она моя мать. Поэтому я вам не верю. Если в ваших словах блахать доля правды, она сама бы мне всё рассказала. Она бы не стала так обманывать свою дочь. А я её дочь. Слышите? Это неправда. Она никогда не стала бы обманывать меня. Химена, ты должна извиниться перед Алексом. Нет, Химене незачем извиняться передо мной. Я прекрасно её понимаю, это так трогательно, когда дочь пытается защитить свою мать. Но, может, ты разрешишь всё тебе объяснить? Попробуйте. Химена, у меня серьёзная и ответственная работа. И вы пришли предложить маме профессиональные услуги? Не совсем так. Мне неприятно, что наш разговор состоялся при таких обстоятельствах, но я должен тебе сказать, что люблю твою мать. Перестаньте. Я запрещаю тебе. Теперь ты не можешь мне ничего запретить. Ты поставила меня и Сантьяго в известность о своих планах на будущее. Только должна тебе сказать, ты пожалеешь об этом. И очень скоро. Не смей так говорить со мной. Что делать, мама? Но мы говорим на разных языках. А что касается этого типа, мне очень жаль, что я не могу его выставить отсюда. И если ты пришла, чтобы отравить мне жизнь, то лучше уходи. Или ты всё ещё не можешь простить мне того, что этот бедняжка покончил с собой? Ты так ничего и не поняла, мама. Этот бедняжка, как ты называешь его, многому научил меня. Теперь я знаю, что у человека всегда должна быть мечта. И что теперь? У меня есть такая мечта. Я всё сделаю, чтобы она сбылась. Я зашла за паспортом. Я уезжаю в Нью-Йорк на несколько лет. Меня посылают учиться в одну из актёрских школ. Наверное, нам обеим пора научиться жить своей жизнью. Теперь ты сама себе хозяйка. Извините. Дядя, наша компания не может позволить себе такую роскошь. 30 тысяч долларов на обучение одной начинающей актрисы. Это безумие, дядя. Уверен, это была идея этого старого прощелыги. Посмотри вокруг, Даниэль. Внимательно посмотри. Всё, что у нас есть, создано моим трудом. Кто тебе позволил обсуждать мои решения? И деньги, о которых ты так заботишься. Заработал тоже я. Неужели, имея за плечами такой опыт, я буду прислушиваться к твоим советам? Ладно. У меня к тебе другое предложение. Другое. Девочка моя, как же ты будешь жить одна в Нью-Йорке? А где твой друг? Ушёл? Да, он человек деликатный. Понимает, что нам нужно поговорить, побыть вдвоём. Садись. О чём нам говорить, мама? Я волнуюсь за тебя, Химена. Как ты там будешь одна в этом огромном Нью-Йорке? Мне страшно за тебя. Там же наркотики, преступность, ужасный город. да ещё артистическая богема. Я всё думаю, думаю об этом. Я же не ребёнок, мама. Твоя девочка уже совсем взрослая и может сама о себе позаботиться. И тебе надо устраивать свою жизнь самой без оглядки на меня. Наверное, я тебе мешаю. Сантьяго тоже займётся своими проблемами. Так что тебе нужно учиться жить, рассчитывая только на себя, мамочка. Ничего не поделаешь. Сантьяго! А Дон Патрисио знает об этом? Нет. Я не хотел говорить ему прежде, чем не поговорю с тобой. А Ирания знает, она знает, что теперь и я в курсе всего этого. Нет. Даже не догадывается. Сейчас об этом знаем ты, я, сеньора Консуэлло, Мартирио и Манауэр. Что ты теперь собираешься делать? Я пока ничего не знаю. Кому верить? Во что верить? Не знаю даже толком не знаю, кто я такая. Так надо, ящерка. Я оставил тебя наедине с самой собой, чтобы ты сама во всём разобралась. Только тебе решать, нужен ли я тебе, есть ли мне место в твоей жизни. На меня всегда когда можешь положиться. Как она? Что сказал врач? Давление всё ещё высокое, к тому же я ей всё рассказала, она разволновалась. Вы же знаете, она сама хотела поговорить с Селестой. Её можно понять, всё это слишком серьёзно. Как тут не волноваться? пока она должна оставаться под наблюдением. Сейчас её не могут выписать. Надо подождать немного, чтобы упало давление. Жаль её. Тяжело ей будет расплачиваться за все эти годы молчания. Селеста. Селеста. Селеста, девочка моя, прости меня, умоляю. Прости. Я знаю, ты больше никогда мне не поверишь. Былого не вернёшь, Селеста. Селеста. Никому я так не верила, как ей. своей маме. Каждое её слово было для меня правдой. Как же она могла? Как могла? Нам трудно её понять. Но уверен, у неё были на это свои причины. Думаю, она тебе всё объяснит. Алло. Да, Лидесма. Сеньора Мартирио в больнице? Через несколько часов выписывает, когда давление упадёт, да? Да. Хорошо. Она здесь. Минуточку. Может, поедем в больницу? Нет. Я не поеду. Сейчас я не могу видеть её. Не могу говорить с ней. Ну, конечно, где же тебе ещё быть, старая сплетница? А тебе больше всех надо. Не знаю, что ты подумал. А я просто искала серёжку. конечно. И никаких сплетен и подслушиваний. Вечно я тебя застаю на месте преступления. Всё будет хорошо, оленёнок. Не плачь. Не трогайте меня, Сантьяго. Что с тобой? Я просто хотел тебя успокоить. Ты же знаешь, всегда можно положиться на меня. Вы так считаете? А потом вы снова обманете меня. Вы давно всё знали и слова мне не сказали. Это называется доверие? Зачем оно мне нужно? Я вас больше видеть не хочу. Селеста. Селеста. Манаура, обнимите меня. Вы ведь никогда меня не обманете, не предадите. Ну всё, ящерка, успокойся. Я с тобой, маленькая моя. Успокойся. Успокойся. Ну что, я своё дело сделал. Теперь дело за тобой, Лидесма. Откуда мне знать, что происходит? Я знаю одно. Тётя Мартирио пропала сегодня утром, и больше мы её не видели. Правда, Чито? Точно, не видели. Минуточку. А разве сейчас она не в больнице? А если она там, почему Селеста не едет к ней туда? Почему Селеста не с Дони и Мартирио? А тут ещё появился сеньор Манаура, сам не свой. До свидания. Сантьяго, ты не мог бы объяснить, что с Марией Селесты? Сеньора Мартирио нашлась. К чему теперь все эти секреты? Правда, секреты больше ни к чему. Наверное, будет лучше, если я вам расскажу всю правду. Это было бы здорово. Только ясно и понятно, без всяких там намёков, ю, верток. Хорошо? Мартирио не мать Марии Селесты. Её мать Селина Идальго. Вот он. ключик ко всей этой истории. У кого ключ, тот знает всё о Марии Селесты. Пусть пока побудет тут. Тут ему самое место. Вот так. Отлично. пауза тя мазь прячется мазь моего племенника прячется такое сокровище. Вот так. Зачем мне это правда? Успокойся, девочка. вот тебе чай выпей он успокаивающий поспишь и тебе станет легче я не хочу спать разве я сейчас усну у меня голова раскалывается от всех этих мыслей чем больше я об этом думаю тем больше мне кажется что это неправда разве можно столько лет обманывать выходит вся моя жизнь ложь не может этого быть не могу поверить чтобы моя мама так обманывала меня а ее болезнь тоже неправда я это мучилась переживала за нее по врачам с ней бегала девочка моя на самом деле она все выдумала не мучай себя не надо манаура что любимая мне страшно дорогая моя любимая такой радости я мечтать не мог сразу в один день у меня и жена и сын милый ради этих слов можно все вынести ты не представляешь как мне было страшно я уж была простилась с тобой когда ты решил жениться не надо об этом умели я чуть было не совершил ужасную глупость как я мог быть с тобой рядом и не видеть собственного счастья хотя мне не впервой губить свое счастье доктор может быть так было раньше но теперь я этого не допущу все в твоей власти все во власти матери нашей святой католической церкви матушка здравствуйте вы знакомы с андресом не имела еще удовольствие мне сказали что у тебя мальчик вот я сразу познакомлюсь с двумя сеньорами андресом старшим и андре сито какой хорошенький весь в папу это правда надеюсь что вы быстро исправитесь извините о чем вы господу угодно благословить не только ребенка но и союз его родителей вы должны пожениться вы абсолютно правы это из-за меня хочешь наказать меня за недостаток внимания к тебе и мое желание жить своей собственной жизнью не говори глупости мама я сама всегда больше всего мечтала независимости мне же лучше если ты начнешь жить по-своему неправда ты так не думаешь что ты что сантьяго вы оба с тех пор как я начала встречаться с алексом только и знаете что обсуждать меня и критиковать дело не в тебе мама дело в нем он непорядочный человек пойми мама именно права как никогда так и буду винить себя за то что выставила тебя за дверь заставила уехать я совершаю ошибки но я же за них расплачиваюсь тебе не в чем винить себя маму я сама хочу уехать хочу быть свободной это одна из лучших школ в америки не на войну же я собралась и не в концлагерь меня отправляют дочка зачем ты так быстро выросла мама не волнуйся за нас каждый сам прокладывает себе дорогу жизнь да но чего нам всем это стоит и как еще все обернется мне одно нужно видеть вас счастливыми мануэль ты ведь очень давно знаешь крестного правда да мы переехали в этот дом сразу после свадьбы дона патрисио сеньора регина здесь родила селина здесь дон патрисио овдовил я был с ним когда селина ушла из дома старался поддержать утешить это было тяжелое время но он всегда был сильным человеком не пасовал перед трудностями а теперь как ты его находишь несчастным и разочарованным он такие надежды я возлагал на и ранее но ошибся как тебе кажется он способен выдержать еще один удар судьбы жестокий удар не знаю что я ответил у него сейчас очень плохо сердцем в последние дни давление скачет а в чем дело что еще у готовила ему жизнь дело в том что его настоящая внучка мария селесты она дочь селина и дальку мартирию обманула тебя и ранее ограбила никчемная девчонка тебе нет породы ты не достойна имени и дальку все будет мое дурочка мое ничего тебе не оставлю все моем тебя ничего нет тебя всего лишили ты просто дура тебя все обманывают все извините доктор но такие известия нелегко даются сейчас я приду в норму почему же вы так долго молчали и решили сказать только сейчас когда дон патрисио так плохо только сейчас все прояснилось окончательно совпали все детали душевная болезнь мартирио сентурионы лари с его рассказами о небесном ребенке и удивительное сходство селина и селесты думаю сам дон патрисио начал сомневаться его ли женочка и ранее но как ему все рассказать как вернуть настоящую внучку он может этого не пережить не знаю тебя здоровое сердце это без лекарства не обошлось а как быть человеку с больным сердцем мне сказали что ты здесь вот не дождался сам пришел если гора не идет магомету то магомет идет горе у нас хорошее настроение я стараюсь а ужинаешь с нами сантьяго даже не знаю наши с и ранее отношения трудно назвать теплыми да говори уж прямо у вас с и ранее отвратительные отношения но что делать и ранее должна постепенно привыкнуть что мое дело постепенно перейдет к тебе значит и с твоим присутствием здесь и придется мириться пусть ужин не будет дружеским так хотя бы скучать не придется так ведь ты со мной согласен хорошо крестный тебе невозможно отказать гуанабака приготовь нам чайку хорошо бедняжка теперь ее совесть замучает попридержи язык сарита где она моя девочка где она она только что уснула тетя я должна видеть ее должна быть рядом с ней вижу в этом доме со мной вообще перестали считаться я вынуждена не только терпеть селесты которая появляется здесь когда захочет но и сидеть за одним столом с этим господином и ранее хватит вести себя как обиженный ребенок у сантьяго всегда будет свое место в этом доме и за этим столом или ты забыла что он мой крестник ну конечно поэтому на меня можно и не обращать внимание кто я вам всего лишь внучка вы уже забыли что он бросил меня вместо того чтобы принимать его с распростертыми объятиями вам бы следовало выгнать его дедушка вы же знаете сколько я из-за него перестрадала а сколько людей страдают из-за тебя и ранее ты хоть представляешь сколько людей ты сделала несчастными вы не вправе так разговаривать со мной сантьяго нет это ты не имеешь право упрекать меня у тебя все чужое но ничего скоро все изменится обязательно изменится скоро и вы позволите ему дедушка так обращаться со мной у меня пропал аппетит что должно измениться сантьяго что-то имеешь ввиду не волнуйся крестный справедливость все-таки победит и тебе станет лучше тебе и всем твоим близким обещаю тебе мануэль тебе не показался странным разговор сантьяго с иранией да нет все дело в том что они только что развелись и отношения у них плохие извините да но было что-то еще не знаю заметил ли ты в его словах была какая-то скрытая угроза и это напугало и ранее выбило ее из колеи такое впечатление впечатление такое впечатление что он знает про нее что-то ты уверена что сантьяго сказал именно так слово в слово он сказал что у иране все чужое представляете да тогда получается что ему все известно помолчи расио ты мне мешаешь сосредоточиться сосредоточиться тут и думать не о чем теперь все все узнают может старик еще и нет но это чертов аспура вот-вот ему все выложит откуда аспура узнал об этом кто ему сказал ладно не об этом сейчас нужно думать тебе дело в том сколько у нас времени когда старик узнает об этом то есть сколько еще осталось и ранее распоряжаться надо что-то делать что-то придумать арасю что делать я-то откуда знаю сколько веревочки не виться и ранее и ранее а ты дорогой сидишь на пороховой бочке точнее сказать все мы остается одно не дать сантьяго поговорить со стариком боюсь только как бы он уже не выболтал все патрисио да не долго пришлось нам жить с мечтой о богатстве я так на всякий случай завтра же пройдусь по старым адресам что остается делать такова жизнь положение у тебя безвыходное вряд ли тебе удастся выпутаться заметила твой дед вообще перестал тебе верить и обращать внимание на твои выход ты бросил меня но тебе этого мало теперь ты являешься в мой дом оскорбляешь меня настраиваешь против меня деда ниоткуда мне в этом деле тебе нет равных у тебя настоящий талант по части обмана и притворства ты совершенно непредсказуемо меняешь образы маски вдоль секунды просто невероятно я не позволю оскорблять меня в моем же доме в твоем доме или в доме внучки патрисио и дальго твоего деда или деда той чей матерью была селина маскарад оконченный ранее пани агуа ты не внучка патрисио и дальго у него только одна внучка дочь селины и сессора из группы центуриона и зовут ее мария селеста романо и дальго селеста дочка не зовите меня дочкой моя мать селина прости меня девочка моя бога молю прости не просите сеньора я не могу да разве это прощение вернет мне потерянную жизнь вернет мое доверие заставить забыть об обмане предательстве это слово не заполнит пустоты в моей душе о прощении молите теперь господа сеньора мартирио пани агуа а я не в состоянии простить вас бутеррио пани ага Субтитры создавал DimaTorzok Пиесalo dos veces antes de marcharte, piénsalo Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo Piensa si lo que mereces es más de lo que me ofreces Piénsalo dos veces antes de quedarte sin mi amor Antes de que empieces a buscar a otro igual que yo Antes de que des el salto, jurame que has de pesado Que tal vez mañana sea tarde y otra ocupe tu lugar Hasta cuando pueda yo esperarte, será mejor que no lo intentes comprobar Y por eso y porque aún te quiero Y este amor no es ningún juego, vuelve atrás Piénsalo dos veces antes de marcharte, piénsalo ¡Gracias! 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 Продолжение следует...